Выставка «Серотонин. Формула счастья» — это картины, фотографии, скульптуры и инсталляции, связанные с этим приятным возвышенным состоянием. Выставки бывают раз в год, именно молодежные, областные выставки, а иногда и два раза. То есть у нас каждый раз какие-то концептуальные новые проекты. Скульптура с колесиками, с помощью колес, ветра, движения, человек уже всегда радуется, создается эмоция радости. Две гитары и музыкальные пластинки. Ну для меня как бы музыка — это счастье, то есть она бывает разной такой, экспрессивной. Она может заставить вас вдумываться, быть вдумчивым, то есть спокойным, либо почувствовать себя счастливым. Такие приливы, различные счастья. Выставились фотографы, арт-фотографы. Это очень важно, мне кажется, очень здорово, потому что в Челябинске фотография как бы всегда чему-то служащая. Обслуживающие события, обслуживающие путешествия, обслуживающие фэшн. И нам в выставочном зале дали возможность выставить фотографию как искусство, арт-фотографию. Это очень здорово, что мы входим в контекст искусства, в контекст художника. Фотография гранат, натюрморт, она вообще без фотошопа. То есть вот так как снята, ну здесь там резкость, по-моему, добавлена немного. То есть там вообще вот чисто фотографическая снимка, чисто техника. Ну выражая, да, там, естественно, есть несколько слоев фотошопа, но это уже на самом деле дальнейший процесс будет. То есть изначально снималось одно, но потом посмотрела и поняла, что это выливается в такие вот переливы, краски вот эти вот. И так получилась эта фотография. Если говорить о глобальных тенденциях в мире искусства, судя по представленным работам, в молодежном творчестве воцарилась свобода. А стандарты и рамки ушли далеко в прошлое. Раньше вот школа, когда существовала, то все равно это ощущалось в творчестве художников. Какое-то вот какие-то определенные течения, четко выраженные. А сейчас полный такой винегрет, но может быть это и к лучшему. Из хаоса обычно рождается что-то. Надо делать поправку именно на какой-то молодежный задор, потому что молодежь, она любит экспериментировать. Мы, в принципе, допускаем какие-то даже хулиганские немножко работы. Но все равно, чтобы прежде всего, работы должны быть авторские и высокого профессионального уровня. Повысить свой уровень серотонина путем погружения в атмосферу одухотворенности можно до конца мая. Экспозиция представлена в выставочном зале Союза художников.